Все больше семей в Ленском районе меняют свои старые квартиры на новые благодаря федеральной программе переселения. Долгожданная связка ключей из рук главы Ленска вселяет уверенность и помогает забыть бытовые проблемы аварийного жилья. В городе еще много домов, требующих сноса, но в них до сих пор живут люди. Всех их мучает вопрос, чего же ждать? Ответить на этот вопрос постарались наши коллеги. Это в общей сложности 3891,4 квадратных метров нового благоустроенного жилья. Застройщик – закрытое акционерное общество «Три семерки». Строительная фирма на протяжении долгих лет возводит в Ленске многоквартирные дома. В начале октября мы начнем переселять людей с Обездной 2А, с Ньюиской 1. Вот те дома, которые у нас сегодня остались, у нас там 64 квартиры в этом доме, поэтому я думаю, что до конца октября мы этот дом полностью заселим. В таком кропотливом деле, как строительство домов, не обходится без трудностей. Контролирующие органы ставят жесткие условия по качеству будущего жилья. Так произошло с домом по адресу улицы Чапаева, 51. Компания-подрядчик не смогла выполнить все работы на должном уровне, и работа не была принята. «На сегодняшний день все работы по предписанию Гагасна были выполнены, и, скажем, сегодня к качеству монолита, имеется в виду колонн и плит, но сегодня, скажем так, у нас претензий нет. Поэтому я думаю, что людям переживать не стоит. Все работы выполнены с надлежащим качеством, и я думаю, что это будет неплохой дом». Второй этап программы переселения должен был начаться в январе 2019 года. Якутия остается лидером среди субъектов России по количеству аварийного жилья. Поэтому руководство республики приняло решение начать второй этап переселения на год раньше. В Ленске под него попадают 226 домов. «Сейчас формируется бюджет. Я думаю, к концу года уже будет полное понимание по бюджету на следующий год. И если в бюджете будут предусмотрены денежные средства на второй этап, я думаю, что он заработает с 1 января 2018 года». Недавно переселившиеся в микрорайон «Тёплый стан» ленчане начинают обживать новые квартиры. Разбирают коробки, создают домашний уют. Качеством работы в целом довольны. Есть лишь небольшие нюансы. Запотевают окна. Пережив наводнение 2001 года и 16 лет в полуразрушенном аварийном жилье, ленчане надеялись и ждали, что программа переселения коснется их. Дождались. Новоселье отпразднует каждая семья из многострадальных домов.